В этом году в Чувашии пройдут выборы трех уровней в Госдуму России, Госсовет Республики и в органы местного самоуправления. В сентябре жителям Чувашии предстоит избрать более 70 муниципальных депутатов. Пройдут выборы, скорее всего, в три дня. Это позволит избежать большого скопления людей на избирательных площадках и соблюсти все необходимые противоковидные меры. Как правильно кандидатам оформить документы для регистрации, собрать подписи избирателей, проводить агитацию, что можно и что запрещено во время выборной кампании, обсудили сегодня на семинаре в Центральной избирательной комиссии. Его участники – представители региональных отделений политических партий. Главные игроки на избирательной арене – представители партий. В зале собрались как те, у кого уже есть опыт работы в выборных кампаниях, так и совсем молодые участники. С годами процедура участия в выборах усложняется, законодательство меняется, поэтому обучение – важная составляющая процесса. Политические партии наиболее заинтересованы в том, чтобы все их документы были максимально чистыми, максимально корректными, адекватными и соответствующими требованиями законодательства. На этой неделе у нас берут старт две очень важные избирательные кампании в Чувашской республике. Это выбор депутатов Государственной Думы и выбор депутатов Государственного Совета. Сейчас на избирательной комиссии возлагается обязанность не просто проверять правильность оформления всех документов, но и своевременно предупреждать о недостатках, которые в документах имеются, для того, чтобы партии и кандидаты могли их исправить. Ну, самое лучшее исправление недостатков – это их профилактика. Лучше заранее научить, и потом будет проще и нам, и, соответственно, партиям и кандидатам. Кроме порядка выдвижения, регистрации кандидатов, нюансов оформления и представления документов, члены региональных отделений партий обсудили интересующие их вопросы. Сейчас эпидемия, и очень нас волнует сбор подписей. Почему волнует? Во-первых, чтобы участвовать в выборах Государственной Республики, одномандатнику в пределах 1400 подписей надо собрать, а, допустим, что партийный список – это 2500 подписей, да? А чтобы собрать эти подписи, нужно в 10 раз больше людей обойти. Это очень рискованное мероприятие в условиях эпидемии. Но это проблема не региональная, это, вообще-то, должны были федеральные законодатели решать, но они никак пока не решили. Поэтому в свое время, ну, вот в начале года мы предлагали, официально обращались. Вот в условиях эпидемии кандидатов и партий, которые официально зарегистрированы в Минюсте, они должны быть освобождены от сбора подписей, хотя бы в рамках эпидемии, которая у нас сейчас в России. Как будет проходить сбор подписей за кандидатов с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм, еще уточняется. А уже завтра, 17 июня, на очередной сессии депутаты Госсовета Чувашии рассмотрят вопрос о назначении выборов в республиканский парламент. Татьяна Трофимова, Бахтияр Вилеев, Республика.